за шум на мечу горизонте гора это море и тут передний план земли с травой вот так все давайте начнем с красочки положу что вам было видно цвета которые я использую так лучше хорошо сразу хочу залить небо небо так сначала небо надо подмочить что по нему пошли красивые растерки если мы не подмочим будет скукотища будет скучно банальная выкраска так немножко там есть какие-то розоватые не боюсь цвета потому что этот цвет растечется по той воде что мы сейчас заложили вниз и во-вторых он при высыхании станет светлее поэтому не боимся так теперь следующий вот этот и и объект касательный к той воде я не буду класть потому что сейчас намокнет потечет я могу в тут море залить опять водичкой заливаем можно самые края не обязательно но главное середину что быстрее чтобы успеть так как мы работаем по сухому и у меня лист сзади никак не промочен то есть он сухой если бы я сзади лист промочила впереди можно было бы так не стараться а я тоже добавлю немножко розоватого хочется мне здесь здесь кое-где и немножко немножко-немножко-немножко вот так вот даже края мазков я сразу же прохожусь пока не высохли проверяю их где-то если хочу что-то объединить захожу но стараюсь сильно ты 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 кисточкой не делать потому что вот эти все красивые разводы которые сейчас пойдут которых красиво растекутся они пропадут если я их буду пытаться вот так вот кистью выравнивать и идет будет скучным и однообразным так теперь хочу залить вот передний план весь его мочить не буду что вот сюда не потекло намочу только вот нижнюю часть вот так и здесь что то такое у христоземельным есть вот такой цвет я сама его намешала кстати смотрите на моем youtube канале из чего я его намешала и как и потом я же его сразу же залила вот в кюветочку то есть я вам его прямо отсюда использовать похожий цвет можно купить у невской палитры готовый а можно его намешать самостоятельно из двух цветов если вы обычно их используете они в тюбиках у вас есть на это видео ссылочку я вы выведу на экран попозже или прикреплю под видео так здесь немножко какая-то у меня трава не трава растет сейчас посмотрим что мне там будет расти края обязательно быстренько надо смягчать чтобы не получилось это неприятных засохших моментов так какие-то хочу сухие тык-тык штучки и к этому цвету конечно нужен какой-то более темный так нет это индика мне не туда не туда влезла ничего краски положил на той стороной к себе и не туда для полосе так чуть-чуть промахивать на очень много тут пигментов и кладу кстати смесь этих цветов я тоже делала самостоятельно мешала два цвета и они у меня где-то здесь коробки лежат но я про это все время забываю все равно с каждый раз сама их смешиваю вот на палитре здесь хочется чтобы из берега по силуэту что-то торчало такое красивое чтобы он был такой вот какой-то не совсем скучно оба на однообразное что чтобы было хорошо так теперь вот тут уже подсохла можно сделать горы вот эта вот часть у меня срез вот этой каменной породы вот этот давайте попробуем его так сразу же кое-где смягчаю иначе будет так теперь надо каким-то вторым цветом пройтись так чем же мы пройдемся кстати где-то она помог кому пойдет это даже хорошо потому что все будет растекаться я на этих эфирах сейчас даю очень быстрые этюды ничего сложного никакой мелочевки мы здесь выводить с вами не будем потому что мне нужно научиться вести прямой эфир делать это часто быстро легко и поэтому я делал задачу простую и для вас и для себя чтобы вы могли легко повторить то что я нарисовала без каких-то лишних вопросов вот чтобы хорошие результаты чтобы я могла тоже быстро и легко сделать этот этюд не на два часа тут с вами зависать потому что никакого ускорения не будет быть все в прямом эфире и мне нужно сделать в реальном не ускоренная в общем нужно все сделать чтобы не там эфирчик был мне до 20 минут точно не короче не длинный так вот тут у меня гора на заднем плане я ее смотрите сажаю и тут же ее влажную кистью разгоняю в море и в небо чтобы она мягко легла туда если нужно добрать тона сам дети если где-то что-то потекло вот как здесь на разгаре она начинает как мигрировать в небо ничего страшного в этом нет вы говорили это даже классно в этом есть какая-то своя прелесть и не пугайтесь вы этого не пытайтесь делать сухо скучно супер супер все аккуратно не пытаетесь пусть она акварель течет это такая краска она должна течь она должна вам вставлять палки в колеса на должна проявлять себя это вода ты стихия воды и вот вы ее ей работаете она куда-то потекла вы такие думать о как я могу это использовать тык тык кисточкой тык тык и у вас и казалось бы то что могло бы стать минусом вдруг превращается в плюс я вам советую вот так относиться к акварель потому что если вы к ней относитесь так что я ее победю я буду главным она будет мне подчиняться ха 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 я над вами посмеюсь под хихикаю хотя конечно с опытом конечно да отчасти имея определенные навыки дав она будет как бы немножечко вам подчиняться но это будет немножечко не надо на это делать акцент все равно вам постоянно придется исправлять подстраиваться исправлять то куда и как она потекла поэтому я вам настоятельно рекомендую сразу относиться к этому так это сбережет вам нервы и годы борьбы зачем бороться если можно в тандеме в тандеме с акварелью работать зачем с ней бороться вы как коллеги вы начинаете она что-то тоже делает вы такой о вот это хорошо оставляю а вот это сейчас попробую во что-то преобразовать и из такого тандема как бы у вас вырастает уже картина живая сочная вкусная я вас вот к этому призываю так смотрите я кладу краской и рядом обязательно чуть-чуть подсмачиваю в каких-то местах чтобы сми смягчить края так там вот я думал все таки сверху наверное это все таки деревья давайте попробую я им придать какой-то ореол деревьев какие-то типа лиственные что-то ветки не ветки сушняк какой-то а тут высокие тоже надо смягчить чтобы не было супер резко так это мы сделали хорошо и осталось нам расставить какие-то акценты значит нам нужно отделить этот передний план от задней горы и по тону у нас получается что а вот здесь вот еще под горой нужно дать серую какую-то сероватую полосу какой-то песок не песок там идет я вообще такие пейзажи никогда не писала когда их много сделаешь уже понимаешь как что делать типичные уже знаешь какие-то ситуации вот я эту тему не изучала пока не делала так это акцент модели перехочу дать акцент вот здесь на стыке горизонтальной и вертикальной формы то что вот это у нас на горизонтали лежит а вот это скала у нас вертикальная хочется здесь акцентировать прям обязательно сразу смягчаем пока не высохла чтобы не было вырезанности акцент не акцента вырезанность все равно так вот тут внизу чуть-чуть растеклась куда картинка у меня пыталась убежать с ноутбука решил что он сама умные можно выключиться посадила еще здесь добавляю видите тоже немножко там потекло не туда и в общем под высохла и побледнела и вот этот передний край чтобы вы отделить от того я его попробую через другой цвет сейчас попробую его через зеленый дать отделить именно цветом и вот это вот белюсость тоже ее чем-то нужно закрыть чтобы меня по тону весь вот передний кусок был примерно примерно 1 тона то есть здесь светлей здесь светло а этот весь передний план весь одного тона чтобы не выпадали какие-то белесости тогда он будет смотреться цельно и не будет прилипать к заднику и акцент на передних травинках так что у не забывайте что мы разгоняем я промываю кисть и прохожусь где-то даже в травинке залезу чтобы не получилось что они у меня такие однообразные одинаковые на сухом фоне нарисованы скучно видите как бы они так растворяются растворяются в акварели и и нормально поставим подпись здесь наверно более менее сухо вот такая работа у нас получилась рисую я на какой-то довольно дешевой бумажке я думаю что это точно не хлопок но при этом она довольно плотненько вот такой у нас получился тюд а с вами была дарья поздняк до новых встреч на новых эфирах до новых встреч